Замена бесплатной медицинской помощи платными услугами является нарушением Конституции. Об этом заявил президент Путин на заседании Президиума Госсовета по повышению доступности и качества медпомощи в регионах. Как это ни парадоксально, но более 70% обращений за платными услугами происходит из-за того, что люди практически ничего не знают ни о программе госгарантий, ни об условиях предоставления бесплатной помощи. Здравствуйте, в эфире программа «Парадоксы». Меня зовут Александр Векер. Сегодня мы будем говорить о здравоохранении, как о системе, и прежде всего нас интересует экономический аспект проблемы. Сегодня у нас в гостях председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи Гузель Улумбекова. Здравствуйте, Гузель Энстовна. Здравствуйте, Александр. Вас рады приветствовать. Но прежде чем мы начнем обсуждать, какова российская медицина сегодня и что надо сделать для того, чтобы она стала еще лучше, я хотел бы предложить вам, уважаемые слушатели, поделиться мнением или опытом. Дайте нам ответ на простой вопрос. Вы пользуетесь услугами бесплатной медицины или нет? Каков у вас средний чек в случае, если вы пользуетесь платными услугами? Довольны ли вы результатом? Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код 495, или заходите на страничку в интернете финам.фм, программа «Парадокс». Ну и первый вопрос вам, Гузель Энстовна. По официальным данным, лишь 35% россиян довольны системой здравоохранения. Значит ли это, что у нас все очень плохо? Александр, да, такие официальные данные есть. Сам президент сказал на госсовете. Да, конечно. Но надо понимать, что это субъективные данные. Как мы можем с вами оценить качество медицинской помощи? Я точно принадлежу к этим 35. Вам сразу скажу. Опыт очень печальный. Вы знаете, я думаю, а как вы можете оценить? Печальный или не печальный опыт? По результату. А что вы понимаете под результатом? По результату лечения, скажем так. Вежлив, невежлив, это ладно. Мне же нужен результат, как пациенту. А если я вижу, что результат не очень хороший или моя жизнь подвергается опасности или моего ребенка, я считаю, что это очень плохо в данной ситуации, в данной системе координат, в которой мы находимся. Ну вот, вы знаете, я имею высшее медицинское образование. И даже я не всегда могу сказать, правильно ли действует врач или нет. И вообще лично я отношусь к врачам с большим доверием. Потому что я хотела этим, честно говоря, закончить, но вот я начну. Мы закольцуем в конце программы. Да, мы закольцуем. С моей точки зрения, вот независимо от того, вот все-таки мне кажется, что 99% врачей в Российской Федерации, независимо от того, получают они благодарность пациента или не получают благодарность пациента, они искренне хотят помочь пациенту. И вы знаете, на самом деле, это, наверное, единственная профессия, в которой результаты лечения, да, они приносят большую радость врачам. И они делают все возможное. Другое дело, что бывают случаи, когда действительно очень сложно помочь. Бывают случаи сложные, в которых врачи живут, потому что и человек, и человеческий организм иногда бывает непредсказуем, когда сложно предсказать результаты лечения. И все-таки врач, с моей точки зрения, большинство врачей всегда делают все, что возможно для того, чтобы помочь пациенту. Но мы же с вами хотим все-таки поговорить о системе. Мы сейчас вернемся к системе. Давайте вот закончим эту мысль. И вот я, имея высшее медицинское образование, не всегда могу оценить, а правильно действовал врач. Что я могу оценить? Вежлив или внимательный он со мной? Да по мне так, пусть будет он и невежлив, и невнимательный, лишь бы только он был высококвалифицирован. Ну не скажите, не всегда. А вы можете, как обычный пациент, не имеющий высшего медицинского образования, можете оценить внимательность, вежливость врача. А это ведь все-таки врачи, надо понимать, живые люди, и которые вдобавок, если говорить о всей стране, ведь нас не только москвичи даже слушают, нас вся страна слушает, правильно? Вот которые последние 20 лет получали заработную плату, которая была ниже, чем в среднем в экономике. Причем так вот, чтобы уж совсем было всем понятно, как минимум на 20% ниже, чем в экономике. Мы с вами говорим сейчас о роли врачей в этой системе. Я хотел бы, чтобы мы с вами все-таки разобрали и саму систему. Понятно, что врач это некий винтик в этой системе, правильно? Причем, да, он основной может быть, но система делает врача по большому счету, а не врач делает систему. Ведь это так? Нет, конечно, основное действующее, я здесь с вами не соглашусь, здесь с одной стороны, конечно, очень важна система Александра, а с другой стороны важна физическая единица врач, потому что помощь оказывает во многом именно врач. И вот этот контакт врача и пациента, да, и правильные действия врача определяют исход заболевания. Другое дело, что система, она должна поддерживать, а, чтобы этот врач был физически доступен. Высококвалифицированным специалистом. Второе, он был действительно, а для того, чтобы он был, у него должна быть достойная зарплата. Вот вы меня перебили, а я хотела сказать, что в течение последних 20 лет наши врачи находились фактически и вообще медицинские работники в загнанном положении. Их зарплата была намного ниже, чем в среднем экономике. У нас секретарша, секундочку, у нас секретарша в частной фирме, водитель, получали больше, чем врачи. В результате у нас произошел отток кадров из отрасли. Так что потребовалось введение указа президента о том, что необходимо увеличивать заработную плату врачей. Иначе мы в самое ближайшее время уже столкнулись с дефицитом медицинских кадров из-за низких заработных плат. Это одна причина. Мы с вами поговорили о том, что должен быть врач физической единицы. Второе, врач должен быть квалифицированный. И это тоже должна обеспечить система. Это и система базового медицинского образования, и система последипломного медицинского образования. И все эти системы должны способствовать тому, чтобы на выходе врач обладал необходимыми знаниями. Мы потом, наверное, немножко коснемся о том, как повышать квалификацию врачей и в каком состоянии здесь находится. Дальше у врача должны быть инструменты лечения. Если это врач первичного звена, конечно, слова очень много значит. А второе, должны быть лекарства. И лекарства должны быть доступны для пациента. Бесплатные лекарства. Мы об этом тоже можем поговорить. Это во время лечения. В стационаре должна быть современная техника. И пациент и врач должны знать, как внутри этой системы первичное звено, стационар, революционный центр. Это обычные три основных наших звена в нашей технологической цепочке оказания медицинской помощи, как движется пациент. Вот это и есть система. Но любая система не живет без денег. Давайте к деньгам. А, ну подожди. Нет, нет, нет. Подожди. Есть такая хорошая поговорка. По одежке, по протягиваемой ножке. На самом деле, сколько денег, столько песен. Я не устаю. Сколько сейчас государство тратит на здравоохранение в процентном соотношении? Сейчас, сейчас, все по порядку. Давайте так. В абсолютных числах из государственных источников, а это перечислю. Это средства обязательного медицинского страхования, федеральный бюджет. И бюджеты субъектов Российской Федерации, наша общественная или государственная система финансируется из трех источников. Мы с вами тратим в год чуть более двух триллионов рублей. Ну, так, триллион — это 12 нулей, для справки наших слушателей. Для тех, кто не знает. Так кажется, очень много. Да, кажется, очень много. Давайте сравним себя с другими странами. Сначала с новыми странами Евросоюза, бывшими странами соцлагеря. Возьмем Чехию, Словакию, Венгрию. Вот сколько они тратят в доле от волового внутреннего продукта в год? Они тратят 6%. Наши 2 триллиона составляют в среднем 3,5% от волового внутреннего продукта. Значит, сколько это в деньгах на душу населения в год? Значит, есть такой показатель. Все-таки здесь, наверное, слушатели экономически грамотные. Есть такой показатель паритет покупательной способности доллара, в котором, собственно, измеряют сопоставимые характеристики. Вот один ППС доллар, у нас сокращенный ППС паритет покупательной способности, равнялся 19 рублям в 2012 году. То есть он отличается от курса Центробанка. И вот если мы используем эту единицу, то на душу населения из государственных источников мы тратим 750 долларов на душу населения в год. В новых странах Евросоюза тратят в полтора раза больше на душу населения. А в старых странах Евросоюза тратят практически, ну, можно сказать, в 5 раз больше, они тратят 3000 ППС долларов на душу населения в год. Вот такой масштаб, ну, чуть меньше, чем в 5 раз, в 4,5 раза больше. Значит, вот такой масштаб, значит, мало общественных денег. Значит, соответственно, мы на чем-то, да, если в системе так мало денег, давайте подумаем, на чем можно сэкономить. Вот мы экономили на зарплате врача, и в результате в прошедшие годы мы добились того, что у нас дефицит медицинских кадров. А нет врача физической единицы, нет доступности медицинской помощи, потому что ни оборудование оказывает медицинскую помощь, ни система, как вы сказали, да, а врач физическое лицо. Теперь второе, давайте поговорим про квалификацию медицинских кадров. У нас зарплата профессорско-преподавательского состава за последние годы также уменьшилась. Значит, соответственно, профессор, преподаватель вуза, вот я сама из профессорской семьи, раньше был уважаемый человек, у него зарплата была как у директора завода. А сегодня у нас зарплата профессора вуза, который учит будущих врачей, будущих студентов, которым мы веряем в свое здоровье и жизнь, за зарплату, которая ниже, чем у врачей. Гузель Эрнстовна, мы сейчас с вами прервемся, потому что нужно сделать небольшой перерыв. Я напомню нашим телеслушателям. Телефон 65 10 99 6, код города 495, наш сайт finam.fm. Заходите, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю и рассказывайте о том, пользуетесь ли вы бесплатной медициной. В эфире программа «Парадоксы». Меня зовут Александр Вейкер, рядом со мной председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи Гузель Улумбекова. Мы продолжаем говорить о важной, я считаю, очень важной в нашей социальной сфере и жизни проблеме. Это медицине и здравоохранение, прежде всего. Телефон, по которому вы, уважаемые слушатели, можете позвонить 65 10 99 6, код 495, либо пишите нам на страничку в интернете finam.fm, программа «Парадоксы». Но мы затронули очень важную сферу в первой части разговора, это финансовую. Из чего, откуда, кто дает эти денежки для того, чтобы здравоохранить и сколько мы их тратим. Вы назвали цифру 6% от ВВП. Я слышал даже 8. 5-3,5% от ВВП. В развитых странах, в новых странах, я считаю, 6% от ВВП. То есть в полтора раза больше. Я где-то видел 8. Давайте средние величины брать, мы все-таки оперируем цифрами. Средние величины по Евросоюзу 7%. Средние. Где-то может быть и 8, и 10, в Америке вообще 16. Но давайте средние величины. Давайте о главном, Александр. Я обозначаю проблемы. Если есть деньги, будут деньги, будет хорошее здравоохранение. Нет денег, нет ничего. Абсолютно правильно. Первая проблема – это недофинансирование. Но я хочу сказать, что все-таки есть и положительные новости. Положительные новости – то, что осознание этих проблем на самом высшем уровне есть. И у нас с вами задачи развития здравоохранения поставлены. Вот я, например, мне очень нравятся указы президента, которые он подписал буквально на второй день после своей инаугурации. 7 мая 2012 года. И он черным по белому поставил цели здравоохранения. Первое – увеличить ожидаемую продолжение жизни с нынешних 70 лет до 74 лет. Второе – увеличить оплату труда медицинских работников, врачей в два раза по отношению в среднем в экономике. Сегодня, напомню, она была ниже, чем в среднем в экономике. Мне бы тоже понравились такие указы. Но выхлоп какой будет? Так, одну секундочку. Дальше действие. Вы понимаете, высшие указания, затем выходит распоряжение правительства. И здесь я хочу сказать, что, например, Министерство здравоохранения совершенно правильно выпустил программу развития здравоохранения. Неправильно обозначены приоритеты. Это и профилактика, и повышение квалификации врачей, и повышение оплаты их труда. Это реформа? Нет, это не реформа. Это развитие существующей… Мне кажется, мы уже достаточно реформировались после перестройки. Пора бы уже просто заняться конкретными делами. И здесь я хочу сказать, что совершенно правильное направление действия, которое выбрало Министерство. Еще раз скажу. Это развитие реабилитационной помощи, палеотивной помощи, повышение квалификации врачей. Я могу отдельно про это рассказать, что делается вместе с профессиональными обществами. В общем-то, направление правильное. Но есть риски, еще раз скажу. Риски есть очень серьезные. То, что средств может не хватить. Это с одной стороны. А с другой стороны, необходимо повышать эффективность использования средств. Это, кстати, очень много. Рационально использовать эти средства. Ну, коррупционная составляющая и воровство, мы знаем, что существует во всех сферах. В медицине тоже. На разных уровнях, да? На разных уровнях, конечно, да. Мы продолжим с вами разговор. Давайте послушаем нашего слушателя, Максима. Хорошо. Максим. Здравствуйте, Максим. Да, добрый день. Да, вы нас ждете довольно-таки давно. Но, тем не менее, мы готовы теперь вас выслушать. Ну, первая ремарочка. Когда говорят про недофинансирование, здесь чуть-чуть, как говорится, дело укроется в деталях. Дело в том, что, вот правильно, ваша собеседница сказала, что в Соединенных Штатах до 16%. А при Клинтоне в 90-е годы доходило до 18% от ВВП американского. То есть, так вот, если в цифры вдуматься, то 18% ВВП Америки в те времена составлял фактически наш бюджет. А достигли они этого, что они при этом, вернее, достигли? Ну, на две срочки вверх поднялись. А наверху, как там были страны в Скандинавии с затратами в 6,5%, так и остались. То есть, здесь речь уже идет об эффективности, да? Об эффективности использования средств. Да, да. То есть, как бы, вот при Клинтоне на одного врача приходилось 2-3 менеджера, его контролирующих. Вот. И эти деньги уходили не в медицину практическую, они уходили в... Понятно, Максим. Мы поняли, мы поняли ваш вопрос, поняли ваше мнение. Нет, это ремарка. А вопрос, собственно говоря, заключается в следующем. Когда мы говорим о том, пользуемся ли мы или не пользуемся услугами бесплатной медицины, даже если вы не ходите в поликлинику и не лечитесь в горбольнице своего города, вы все равно являетесь потребителями так или иначе услуг бесплатного здравоохранения. Потому что, извините меня, если бы не титаническая борьба тех же самых бесплатных здравоохранения, Непонятно, а в чем вопрос? Повальный ковернозный туберкулез был бы, скажем, обычным явлением, как в начале 20 века. Я понимаю, это профилактические все меры. Когда, наконец, наша медицина возьмется не за абсолютные показатели, а будет мыслить именно критериями эффективности. Понятно, понятно. В принципе, можно было не задать вопрос, мы поняли его уже из вашей ремарки. Спасибо, Максим, большое. Что скажете? Значит, что я скажу Максиму? Правильно, эффективность. Что такое рациональное использование средств? Рациональное использование средств. Давайте подумаем, где мы можем в нынешней системе здравоохранения повысить эффективность. Вы сами сказали, первое, коррупция. Но не только вы, об этом и высшее руководство страны говорит. Об этом, по-моему, только линии вы не говорите сейчас. Это первое. Второе, когда денег мало, их надо тратить на приоритеты. Что такое приоритеты? Еще раз скажу, доступная единица врачей и повышение квалификации врачей. И третье, бесплатное лекарственное обеспечение населения в амбулаторных условиях. То есть то, что нам врач выписывает по рецепту врача. Потому что не руками же и не словом, хотя это тоже важно лечить. Но в первичном звене, если человек пришел и надо избежать обострения заболеваний, например, осложнение гипертонической болезни, они грозят человеку инсультом, инфарктом. А если вовремя принять лекарства, и у тебя есть деньги на то, чтобы, то есть тебе государство субсидирует покупку этого лекарства, пусть небольшой садоплатой из твоего же собственного кармана, то тогда ты, конечно, уже в некотором роде защищен от осложнений. И это очень важная составляющая. И вот с моей точки зрения, эффективность здравоохранения – это развитие первичного звена, это ликвидация дефицита кадров и повышение квалификации медицинских кадров, уже которые сегодня действуют. И вот, кстати, для этого сегодня профессиональное медицинское общество, по специальностям я их и представляю здесь, очень активную работу вместе с Министерством здравоохранения, Национальная медицинская палата в том числе, ведут по развитию непрерывного медицинского образования. Буквально с конца этого года стартует пилотный проект по модернизации системы последипломного образования медицинского. То есть если врач раньше отрывался раз в пять лет, проходило это повышение квалификации, ну где-то месяц с отрывом от работы, и в государственных образовательных учреждениях, то сегодня технологии образования будут меняться. Во-первых, в этом процессе будут участвовать профессиональные медицинские общества, и врачу в образовании будет зачитываться обязательное посещение конференций, семинаров, школ. Но они при этом должны удовлетворять очень высоким стандартам качества и быть лишены рекламной такой составляющей, в которой зачастую иногда это случается. Второе будет самообразование на рабочем месте с помощью дистанционных технологий электронного обучения. То есть когда врач сможет на своем рабочем месте получить доступ к современным источникам информации, это тоже очень важно. И сегодня я хочу сказать, что многие профессиональные медицинские общества очень к этому готовы. И наши руководители этих обществ, такие как Александр Григорьевич Чучалин, они уже готовы. Они сделали национальный, посмотрите, профессиональные общества сегодня сделали, собственно, контент, на основании которого врачи могут повышать свою квалификацию. Это национальное руководство, клинические рекомендации, электронная система поддержки принятия клинических решений. Это инструменты, без которых хоть тасуй эти часы, не тасуй образовательные. Если нет контента, то нет возможности повышать квалификацию. И мы это сделали. Да, но вот все это замечательно. Но тем не менее, если посмотреть на сторону этой проблемы, со стороны потребителя, меня как потребителя медицинских услуг, я вижу, что врачам мы доверяем больше зарубежным. Если у нас очень тяжелые случаи, мы уезжаем лечиться зарубежным. Александр, как это так? Подождите. Если студент хочет, ну, будущий студент, хотел бы получить очень хорошее медицинское образование, то он выбирает Гейдельберг в Германии, потому что самое лучшее образование в Европе, это именно в Германии. Почему все это самое лучшее не здесь? Хотя специалисты, как вы говорите, я согласен, есть единицы суперские, которыми я бы пошел бы и лечился. Но они, может быть, даже недостижимы, потому что денег не хватит. Но это же так. Александр, давайте так. А давайте вот я вам отвечу. Медицинское страхование не работает, либо предоставляет такие... Так, 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 давайте по очереди. Александр, давайте так. Я, во-первых, за вас очень рада, что вы можете позволить себе лечиться в Германии. Нет, я не лечился еще в Германии, слабо. Тогда я за вас вдвойне рада, что вы не болели. Ну, хотел бы попробовать. Так, значит, давайте теперь к делу. У нас в стране 50% населения проживает на доходы ежемесячно менее чем 15 тысяч рублей в месяц. Согласен. Поэтому о какой Германии мы можем говорить, мы не можем говорить. Поэтому нам действительно нужно обеспечить врача на рабочем месте, а это в первую очередь зарплата, раз, а второе уважение общества. И вот когда с вашего канала... Знаю, да, у вас сегодня, по-моему, дебют, да? Нет, нет, не сегодня дебют. Ну, вот давайте вот так, в честь вчерашнего дебюта и сегодняшнего я бы хотела, чтобы все-таки средства массовой информации относились уважением к врачам. Вы понимаете, когда к врачам приходят, понятно, понятно, что население и вообще граждане, когда приходят к врачу, это касается их здоровья, иногда и жизни. Они особо требовательны, они находятся в этот момент в особом состоянии. Но когда априори любой промах врача, любая его ошибка, по всем средствам массовой информации муссируется, это неправильно. Давайте мы вспомним, я ведь начинала с того, что 99% врачей от души хотят помочь пациенту. Не всегда есть возможности это сделать. Но давайте вспомним, как в советские добрые времена показывали врачей. Вы помните эти фильмы с Леонором Бестритской, с Алексеем Баталовым, «Дорогой мой человек, вот как показывали врачи». И у нас, когда мы приходили, у меня до сих пор это чувство сохранилось. Я училась в советское время. Я прихожу к врачу, нет, не так. Вы даже сейчас говорите, я недоволен, все врачи плохи. Плохо, нельзя так говорить. Я не говорил, что все врачи плохи. Я говорил о том, что система, которая сейчас работает у нас, и в системе здравоохранения, и по подготовке врачей, и по лечению, далеки от идеала, и далеки от цивилизованных стран. Я только хотела рассказать, что мы делаем, чтобы достичь цивилизованных стран, в том числе и лучших показателей. Вы мне говорите, а давайте вот к делу вернемся. А я говорю, что мы делаем, чтобы исправить эту ситуацию. Значит, ну и вообще вот так к вопросу вы начали, а есть ли в нашей стране медицинская помощь, можно немножко цифры, все-таки финансы, фэн, цифры, да? Значит, давайте так. Вот за те общественные деньги, пусть даже небольшие, в стране осуществляется сколько? У нас, напомню, 143 миллиона, полтора миллиарда раз в год мы посещаем поликлинику. 30 миллионов дней госпитализации мы находимся, госпитализации у нас в стационар. И 45, ну где-то 45 миллионов раз вызываем скорую медицинскую помощь. Все-таки пользуемся мы с вами бесплатной медицинской помощью, так ведь, да? У нас нет выбора, по большому счету. Ну, выбор есть, если человек богатый, да, он может поехать, как вы сами сказали, в Германию, но я еще раз напомню, основная масса наших людей должна получать качественную медицинскую помощь в России. И для этого сегодня... Хорошо, давайте я поставлю так вопрос, чтобы было не обидно. Как сделать так, чтобы не ездить в Германию? Чтобы эти 3,5% от ВВП превратились в 16% и эффективно расходовались. Так, не получится. Почему? Это как тришкин кафтан. Если я сейчас, что надо для того, чтобы медицинская помощь была доступной? И вы были ей довольны, хотя я сомневаюсь в этом, но хотя бы показатели были чуть лучше, да? Потому что, первое, можно раз, два, три. Ну, вот это раз, два, три мы скажем буквально через несколько минут. Сейчас мы прервемся. Я напомню, телефон 65 1099, 6, код 495. Меня зовут Александр Вейки. Рядом со мной председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи Гузель Улумбекова. Это программа «Парадокс». Мы говорим сегодня о проблемах в здравоохранении, а также о качестве медицинской помощи. Телефон наш 65 1099, 6, код 495. И мы ждем ваши сообщения также на страничке в интернете финам.фм. Программа «Парадокс». Заходите, оставляйте свои сообщения, звоните. Но раз, два, три мы с вами так и не сказали. Да, мы с вами остановились. Что надо делать? Ну, еще раз подчеркну, что, собственно, понимание проблем, да, и цели поставлены в указах президента. Программа здравоохранения, министерством здравоохранения написана. Я еще раз скажу, что есть риски. Но что написано правильно в этой программе и что уже делается сегодня? Первое. Дефицит врачей ликвидируется путем повышения заработной платы. Это первое. Второе. Это то, что занимается повышением квалификации врачей. И в этом направлении делаются очень серьезные усилия. Я рассказывала вам про пилотный проект. Так, без квалификации врача, даже если он будет физически, но при этом у него не будет инструмента в виде правильных решений в голове, да, то это тоже плохо. Третье. Это бесплатное лекарственное обеспечение. Вот здесь пока имеется проблема, потому что не хватает денег. Мы сегодня тратим, ну, вот где-то около 100 миллиардов рублей в год. 130 миллиардов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение. Причем только отдельным категориям граждан. Понятно. Вы меня хотите перебить? Нет, нет, нет. Это в пять раз меньше, чем в новых странах Евросоюза. И в семь раз меньше, чем в старых странах Евросоюза. Да, мы об этом сказали. Давайте послушаем нашего слушателя, который к нам только что дозвонился. Андрей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. А вот я вот хотел простой вопрос задать, то есть у меня нет ничего сложного. Да, вот я вот хожу в бесплатную поликлинику, я решил для себя, что я плачу налоги, поэтому пусть меня государство лечит. И вас не волнует качество, да, этого оплата? Не совсем, нет. Врачи меня вполне устраивают, то есть, в принципе, компетенция меня также устраивает. Я ничем там экзотичным, не больным, поэтому я хожу. Соответственно, у меня вопрос по обеспечению, да, то есть, вот, допустим, если я хочу сделать МРТ, у нас это сделать некто. У нас постоянно там говорили про коррупцию, да, сколько их закупили, за какие бешеные деньги, а где они? То есть, все врачи разводят руками. Дальше идет вопрос, что, например, вот элементарное, сделать рентген, да, вот мне, например, сделать надо рентген шеи. Мне говорят, у нас вот у кабинета рентгена сломан, и не знаем, когда починят. Да, и вот ходи больной, и вот непонятно, когда ты выздоровеешь. Понятно, Андрей. Спасибо за вопрос. Андрей, ну что могу сказать? Вы москвич, наверное, да? Наверняка. Я так понимаю, что москвич. В Москве сегодня, на самом деле, беспрецедентные усилия созданы по обеспечению Москвы и компьютерными томографами, и магнитно-резонансными томографами. Целая программа. Да, целая программа, но, видимо, нужно время для того, чтобы поставить это оборудование и отработать логистику пациентов, потому что не будешь же ставить магнитно-резонанс томограф в каждую поликлинику. Поэтому они стоят в специальных центрах, да, амбулаторно-поликлинических, куда направляются больные. И вот переоборудование это же время занимается... Еще нужны хорошие специалисты. Это правильно. А вот для хороших специалистов я уже еще в третий раз повторю на одной и той же передаче, что сегодня и в Москве, и в девяти пилотных субъектах Российской Федерации отрабатывается пилот по развитию непрежимного медицинского образования, чтобы они могли получить не только бросив свое рабочее место и уехав, например, на цикл, оторвавшись, а в том числе и на рабочем месте. Это образование, это очень серьезное направление. Я думаю, после реализации пилотного проекта мы сделаем серьезный прорыв в повышении квалификации в последипломном образовании врачей. Потому что когда покупается высокоэффективное супероборудование, наши специалисты не всегда готовы. Оно может быть закуплено, стоит и без работы. Хорошо бы, конечно, чтобы это все проходило параллельно, да, мы заранее готовили специалистов, но я уже сказала, наши проблемы накапливались последние 20 лет. И сегодня очень непростая ситуация. Надо понимать, и где-то такое терпимое отношение и понимание должно быть не только тех, кто работает в отрасли, но и всего населения, в том числе средств массовой информации. Посмотрите, проблемы, которыми сегодня сталкивается здравоохранение, накапливались 20 лет. Дефицит кадров из-за низких заработных плат мы имеем вот сегодня, потому что ушло поколение, старшее поколение, которое работало, а молодежь не хочет идти, им хочется красиво жить, как показывают с экрана телевизора. Второе, уходит поколение профессорско-преподавательского состава, мы об этом с вами говорили, да, которые вот поколение моих отцов, моих учителей, 75-летних, они уходят на пенсию. А кто приходит? Кто из молодежи захочет пойти в науку и в преподавание? Поэтому и это накопилось. И вторая проблема, еще раз подчеркну, сегодня страна входит в очень непростой экономический период, да, когда у нас головой внутренний продукт не растет. И, соответственно, конкуренция за денежные средства, Министерству здравоохранения огромное усилие приходится бороться за финансовые средства. В конкуренции, например, с Министерством обороны, с Олимпиадой это очень непросто. Да, с Олимпиадой это очень непросто. Поверьте, но я хотела бы, очень важно, я хочу, чтобы люди относились к этому с пониманием и все-таки уважительно относились к труду врача и к тому, что сегодня делает отрасли. Телефон 65 10 99 6, код 495. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть сейчас еще вопрос от нашего слушателя Галины Петровны. Галина Петровна, здравствуйте. Галина Петровна, Галина Петровна, либо заглушите радиоприемник, потому что у нас идет завязка, очень плохой завязка. Да. Или отойдите от приемника как можно дальше. Выключил приемник. Великолепно. Мы вас теперь хорошо слушаем. Дело в том, что ты приходишь к врачу, очень грустно, но приходится всех маленечко углажать. Они не просят. Но старые русские пословицы, не подмажешь, не поедешь, тебе говорят, не ко мне. Вот лично я ходила по многим врачам. Я не врач, но пришла к невропатологу, он говорит, это не ко мне. Хотя была совершенно точно, должна была пойти к нему. Из-за этого его еще поблагодарили. Вот так что, вы знаете, не надо столько рассказывать красиво по телевизору. И у нас все, все передачи идут только в будущем времени. А даже в настоящем будет. Понятен вопрос. Да, Галина Петровна, понятен. Когда на эхе говорят, нужна помощь ребенку, берутся лечить в Швейцарии, в Италии, в Испании, в Англии, в Америке. Спасибо, Галина Петровна, мы поняли вопрос. Спасибо. Да. Когда мы будем жить настоящим, а не будущим. Ну вот я хочу сказать, я вам про настоящее все пытаюсь рассказать, что делается. Но я еще раз говорю, очень серьезные риски, связанные с финансированием. Но, кстати, вот чтобы ответить на вопрос Галины Петровны, я хочу сказать, что совсем недавно, и я, кстати, это очень приветствую, Министерство здравоохранения выпустило такой показатель, по которому будет оцениваться, ну, методические рекомендации, скажем, по которым будет оцениваться работа врачей, медицинского учреждения, поликлиники, стационары. И там очень важный момент, да, как с вами поговорила врач, не отказал ли он вам приеме, да, то есть наши учреждения и врачи будут оцениваться по этим показателям. Это уже не будущее время, это уже настоящее, они вступили в силу. То есть мы делаем что-то, да, мы, например, все три предминистра, и нынешний министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова, и Татьяна Алексеевна Голикова, и предыдущий министр Михаил Юрьевич Зурава, все говорили одно, наша отрасль недофинансирована, и каждый пытался привнести в деньги. С периодом Михаила Юрьевича связан приоритетный национальный проект здоровья, это тоже в настоящее время, серьезный прорыв был сделан, и, кстати, смертность населения упала за этот период. Второе, Татьяна Алексеевна добилась увеличения финансирования здравоохранения на 2% от фонда оплаты труда. Мы раньше платили 3,1% в фонд ОМС, а сегодня платим 5,1%. Посмотрите, сколько крику было, те же работодатели, ах, не хотим, а помощь хотим получать достойную, а денег платить не хотим, тоже серьезный момент. Вероника Игринского-Орцова просто героически борется за увеличение финансирования здравоохранения. Это вызывает у меня восхищение, потому что мы с вами понимаем, мы не можем снять деньги с оплаты труда врачей и отдать условно на лекарства. Другое дело, я соглашусь, действительно, и тут как не согласиться с президентом, который сказал на госсовете, деньги надо тратить эффективно. Еще раз повторюсь, что такое эффективно. Это мы с вами можем срезюмировать. Первое, это искоренение коррупции в здравоохранении. Второе, это трата на приоритеты. Какие это приоритеты? Это физическая доступность единицы врача, его высокая квалификация, достойная оплату труда и лекарства. Мы об этом уже третий раз с вами говорим. Ну, ничего, это приоритеты. Да, но давайте еще такую тему... И контроль, и государственный контроль, и, кстати, обучение организаторов здравоохранения. Медицинское страхование, о котором так много говорят и спорят, оно очень далеко от цивилизованного... Так, 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 Александр, давайте так, давайте попросту. Какая у нас вообще модель? Что у нас за модель такая? Мне говорят, французская, голландская. Вот какая у нас модель? Можно я скажу? Ерунда. Почему? Как это ерунда? По-простому скажу. Потому что модель может быть только финансирование. Значит, вот откуда мы берем деньги на здравоохранение? У нас смешанная модель финансирования здравоохранения. Я вам сказала, это средства ОМС, половина примерно, остальные федеральные региональные бюджеты. Значит, средства ОМС берутся с начислений на заработную плату, 5,1%. Это работодатели, предприниматели, да. Это работодатели, да. Дальше, значит, есть бюджетная система, вот такая, как в Великобритании, да. Они говорят, что вот такой-то налог ежегодно, да, вот такую-то сумму, там, примерно в размере 6% ОМС мы тратим на здравоохранение. Хорошо, вы считаете, что сейчас она работает эффективно? Ну, знаете, что, вот с моей точки зрения, система обязательного медицинского страхования, это бухгалтерия. Она собирает деньги. И распределяет деньги. И распределяет. А за эффективность, за качество медицинской помощи, ну, я сейчас вернусь, где можно поговорить об эффективности в системе ОМС. Я вернусь к этому вопросу. Конечно, отвечают органы управления здравоохранения, федерального, регионального, которые, собственно, и политику, и организацию медицинской помощи определяют. Ну, кстати, в ОМС тоже, нашим российском ОМС, есть над чем поработать. Там все равно, сколько денег и собрались, столько и заплатили. Эффективно потратят. А вот, не, не, не так. Кавычках, кавычках. Давайте так, вот у нас правильно сделали централизацию финансирования, да, средств обязательного медицинского страхования. То есть все взносы, да, собираются наверху в федеральном фонде. А затем по специальной форме, в зависимости от потребностей, распределяются по территориальным фондам обязательного медицинского страхования. Централизованно, правильно. Когда эти системы бедные, они должны быть централизованы, и распределительная система должна. А вот дальше происходит ерунда натуральная. А дальше частные страховые медицинские организации, участники этой системы, начинают эти средства, ну, соответственно, до лечебного учреждения доходить. И в одном субъекте Российской Федерации может быть до нескольких таких компаний. И это, конечно, в некотором роде неэффективно. Но ломать это сразу тоже не надо. Потому что там есть специалисты, которые умеют обрабатывать счета, контролировать, правильно ли заполнялись эти счета. Просто это надо потом погрузить в государственный систем. Ну, понятно. И еще раз, чтобы было ясно. Система обязательного медицинского страхования – это некий финансовый, экономический орган. Даже не экономический, просто финансовый орган. Бухгалтерия. Мы договорились об этом. Да. И, по большому счету, во всех странах, где есть и модель МС, и бюджетная модель, она жестко регулируется государством. Вот столько отдай, столько распредели. Законами. Давайте послушаем Юрия. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Да. Что вы хотите сказать? Я слушаю вашу передачу. И все время меня удивляет. Вы в каждой вашей программе говорите только о Москве. Почему вы не говорите об областях? Вы посмотрите, что там творится. В Москве у нас есть бывшее четвертое управление. Там лечатся вот эти те проценты, о которых сказал Путин. Остальные все в деревнях. Вы понимаете? Понятно. Мы обращаем внимание. Но на самом деле не совсем так. Да, пожалуйста. Он абсолютно прав. Абсолютно прав. А давайте теперь посмотрим, да, как сделать так, чтобы помощь была равнодоступна. Не только как в Москве, который действительно тратит на душ населения в два раза больше, чем вся Россия. Вся Россия в среднем тратит, ну, где-то у нас финансовый норматив, программа государственных гарантий, 7 тысяч рублей на человека. Ну, это в среднем так по всей России тратит. А в Москве в два раза больше. Около 20 тысяч рублей на человека. Естественно, тут помощь лучше в Москве, да. Ну, это понятно. А почему система не может быть выстроена так, чтобы везде было одинаково? Вот надо это так сделать. Вот почему она не сделана до сих пор. Это и есть равнодоступность медицинской помощи. Сделано. Вот первый шаг сделан для аккумулирования денег. Но денег мало и просто на всех не хватает. Но, тем не менее, в Москве лучше, чем в регионах. Но Москва доплачивает из своего бюджета, из регионального бюджета. А теперь давайте посмотрим, откуда взять деньги вот в эту систему, чтобы вы были довольны медицинской помощью. Чтобы вот Галина Петровна, которая нас слушает, была довольна. Да, и Юрий тоже. И Юрий, и Максим, и в других субъектах, и не только в Москве. Значит, давайте смотреть. Мы с вами договорились, что нужны деньги. И оставим за скобками. Вопросов нет, их надо тратить эффективно. И как мы уже говорили. 10 секунд, мы прервемся. Все, субъекты Российской Федерации могут? Нет, не могут. Их бюджеты дефицитные. Если они отдадут на здравоохранение, значит, они лишат кого-то учителей, полицию или еще кого-то. Значит, не могут они больше дать. Они и так с дефицитом все время работают. Из кармана пациентов тоже нельзя. Остается федеральный бюджет. Об этом чуть позже. Михаил, дождитесь нас, мы с вами обязательно поговорим. Итак, откуда или где взять те деньги, которые могли бы помочь нам поднять наше здравоохранение на высокий уровень? Об этом сегодня мы говорим в программе «Парадокс». Меня зовут Александр Векий. Рядом со мной председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи Гузель Улумбекова. Но мы обещали до перерыва поговорить с Михаилом. Михаил, здравствуйте. Михаил. Алло, алло. Да, Михаил, мы вас слушаем. Да. Знаете, я вот сейчас слушаю вашу передачу по замечательному названию «Парадокс». У нас просто такая ситуация сложилась. Я вот в Москве, коренной Москве, живу в Москве. Моя мама, там бабушки, все ходили, все довольны медициной. Мы всегда были довольны бесплатной медициной, и, в принципе, нас она устраивала. Но вот мы вот сейчас услышали такую фразу, что скоро, как я понял, будут как бы качество, как врачи обслуживают, еще что-то. Ну, в этом роде. У нас произошла такая ситуация. У нас ребенок, инвалид детства. До 18 лет врачи говорили, к сожалению, зашло сейчас слезы, у меня такое ухудшение, ухудшение, ухудшение. Исполнился 18 лет, и вот тут же признают цинично здоровым в хамском виде на Ленинском проспекте. Я не помню, МСЭ, ну, вот эта организация, но вот признают его здоровым ровно на следующий день после того, как ему исполнилось 18 лет. Мы у замечательных этих врачей попросили провести пересвидетельствование, ну, заново провести экспертизу, на что ее, инвалиду, провели через 3 месяца заочно. Вот, может, ваш гость подскажет, куда нам... Мы сейчас узнаем, что же это такое-то происходит. Вы знаете, вот совсем недавно, во-первых, есть в Москве горячая линия, да? Мы звонили туда, они сказали писать в Собянин, писать в прокуратуру, но там настолько... Поверьте, писать надо, Михаил, по-любому. Давайте попробуем вот открыть горячую линию в федеральном министерстве, попробуйте позвонить там и получить конкретную консультацию, поскольку я не специалист МСЭ, я вам не могу ответить, медико-социальная экспертиза имеется в виду, я не могу конкретно на данный случай ответить. Давайте попробуем позвонить по горячей линии, вот есть такая линия и в федеральном министерстве здравоохранения, но я думаю, правильнее было бы все-таки более подробную консультацию в Москве получить. Так, мы с вами говорили о финансировании, прежде всего нужно понять, откуда берутся деньги, или откуда можно взять деньги для того, чтобы дофинансировать здравоохранение. Правильный вопрос, Александр, чтобы оно было равнодоступным во всех субъектах Российской Федерации. Независимо, Москва это, Казань, или Владивосток. Значит, мы с вами сказали, из кармана пациент невозможно, потому что мы и так много уже отдаем, сегодня население платит до 40% от общего объема, финансирование здравоохранения это очень много, в развитых странах не более 20%, и вдобавок мы с вами живем в ситуации, когда у нас растут основные статьи семейного бюджета, тарифы на ЖКХ и так далее, цены на бензин недавно выросли. Значит, поэтому с населением невозможно взять больше денег. У нас есть фонд оплаты труда, работодатели. Столько крику было, когда повышались отчисления на заработные платы, я думаю, они не позволят увеличивать налогооблагаемую базу, поэтому здесь тоже не остается. Поэтому остается Минфин. Все пути ведут в Минфин. А Минфин, Силуянов заявил, что, министр финансов заявил, что, знаете, вот в здравоохранении мы будем сокращать объем денежных средств финансирования здравоохранения. Конечно, это недопустимо. Это идет разве вообще с политикой партии, я бы так сказал. А иначе мы не выполним цели, которые поставлены президентом, потому что и на лекарства. Он, кстати, поставил цели и про лекарства, про которые я говорила, и повышение квалификации врачей. На это деньги нужны. И оплата тут для врачей. Если регион не сможет взять, то где же мы возьмем деньги? Ну вот здесь есть такие выходы. И, кстати, это на госсовете обсуждалось. Первое – это целевое направление акцизов на алкоголь и табак, которые будут повышены. Целевое направление на увеличение финансирования здравоохранения. И это, кстати, рекомендация Всемирной организации здравоохранения. И многие страны так делают. Второе – это, кстати, тоже рекомендует Министерство здравоохранения – переводы за рубеж. Любые переводы за рубеж выше 10 тысяч. И если кто-то в нашей стране так богат, что у него есть свободные деньги, и он готов их перевезти в зарубежные банки, купить зарубежную недвижимость, давайте сделаем налог на это. Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Все-таки у нас же с вами плоская шкала налогообложения, подоходного налога – 13%. И богатые, и бедные платят одинаково. А во всех развитых странах, кстати, Соединенных Штатах Америки, пока мы тут обсуждаем этот вопрос, в Соединенных Штатах Америки проходит реформа, сейчас финансирование здравоохранения, они хотят покрыть страхованием дополнительным людей, которые сегодня не покрыты страховкой. И вопрос обсуждается, откуда взять деньги. У них сегодня 50% прогрессивная шкала налогообложения, сверхбогатые люди 50% платят. И вопрос обсуждается, 55% они будут платить или 60% в парламенте США. Для них это очень важно. А мы 13%, как бедные, так и богатые. Это президентская тоже программа. Мне кажется, рано или поздно серьезный станет вопрос не только об акцизах на алкоголь и табак, не только о переводах дополнительных налогов, о переводах за рубеж, как рекомендует ВОЗ, но и также, возможно, об изменении налогообложения граждан. А можно настимулировать так граждан, чтобы они меньше болели? Можно и нужно. Это же целое направление, которого практически у нас нет. Мы с вами не коснулись этого вопроса. Нет, у нас государство, наоборот, и сделало и Центр профилактики, и программы диспансеризации проводят. Приходите. Вот вы были на диспансеризации, Александр? Нет. И я не была. Вот мне стыдно. А на самом деле надо проводить диспансеризацию. И для этого все условия есть. Вот есть люди, которые пришли на диспансеризацию и прошли. То есть государство такую возможность предоставляет, кстати, за те же, ну, в рамках той же бесплатной медицинской помощи. Ну, подождать придется, посидеть. Честно, я даже не думал об этом. А вот надо. Я даже скажу еще более честно. А вот чтобы заставить нас с вами подумать. Я даже не знал, что существует такая вещь в нашей стране. Да, существует. И, кстати, об этом говорится достаточно много. Вот СМИ, вместо того, чтобы все время тюкать врачей. Вот сейчас площадка есть. Вот вы мне скажите, куда нужно прийти, чтобы приобрести. В поликлинику. По месту, где вы зарегистрировали. Один раз в году я могу это сделать. Да, один раз в году. В любое время. Ну, вы записаться должны. Сейчас у нас есть система электронной записи. Запишитесь. Есть интернет, я могу. Так во всех странах. Кстати, во всех странах надо записываться заранее. Если это не экстренная ситуация, во всех странах ждут. И оказание высокотехнологичной медицинской помощи ждут. И даже в той же Франции это время определенное занимает. Вот вы упоминали, что во Франции якобы хорошая система. Да, там довольны люди. Но в этой системе есть свои минусы. Я не говорил о том, что она хорошая. Я говорю, что нам предлагают голландско-французскую систему медицинского страхования. Значит, давайте так. Нам много уже что предлагали. Вот когда началась перестройка, к нам пришел Всемирный банк и сказал, «А давайте мы ликвидируем у вас педиатрию». И слава богу, давайте сделаем у вас везде врача общей практики. И слава богу, что Леонид Михайлович Рошаль и Александр Александрович Баранов, это наши выдающиеся педиатры и лидеры в области педиатрии, отстояли тогда это. Не надо слушать все, что там где-то в Нидерланде маленькая страна. У них свои особенности. А у нас огромная территория. Кстати, с моей точки зрения, советская система организации медицинской помощи, вот когда врач можно было прийти в поликлинике и получить все виды медицинской помощи, пусть у нее были свои недостатки, она была блестящей системой. Ее не надо было рушить, ее надо было только модернизировать. А мы сегодня шарахаемся из стороны в сторону. И вот эта система ФАПов, которые правильно было все сделано. Медицинская помощь наша с точки зрения первичного звена, вот приоритета, о котором мы с вами говорили, в 78-м году была признана лучшей в мире, действительно лучшей в мире. И нам надо было модернизировать ее. А мы, конечно, ну как всегда, сначала резкие движения делали. Понятно. Но вот когда президент на том же государственном совете сказал, что ни в коем случае нельзя замещать бесплатные услуги. Правильно сказал. А какие это услуги? Я вот несколько... Сейчас, сейчас, сейчас поясню. У нас программа государственной гарантии, она написана в основном для организаторов здравоохранения. И вот сейчас совершенно правильно министерство здравоохранения приступило к написанию тех услуг, чтобы нам с вами, обычным потребителям медицинской помощи, было понятно, что платно, что бесплатно. Вот приведу простой пример. Как это за рубежом, например, прописывается. Вот, например, так. Вот операцию удаления простаты, да, в связи с раком, с аденовой простатой, можно сделать лапароскопическим методом, можно сделать полостным, когда, то есть, разрезают брюшную полость, и можно сделать робототехникой. Вот, например, лапароскопический метод и вот полостной, это бесплатно. А вот робототехника вам придется платить. Или, например, вот до такой-то суммы, да, вот вам медицинские услуги... А это в любой, в любой услуге, скажем так, в любом направлении есть выбор. Основные, основные надо прописать. Поскольку сейчас технологий достаточно много, есть очень дорогостоящие, которые... Ну, понимаете, если мы будем только дорогостоящие, и всем, да, на это вообще никаких денег не хватит. Поэтому должен быть оптимальный подход к этому. Ну, вот я даже приведу небедную страну, Новую Зеландию, да, когда вопрос стал о том, что кому делать гемодиализм, потому что они говорят, это совсем небедная страна. Но денег на всех не хватит. Маленькая. Да, маленькая. Ну, кстати, у них не такой плохой вловой внутренний продукт на душу населения, поэтому они могут себе позволить хорошую медицинскую помощь. И они, кстати, обсуждали, вот, а кому делать гемодиализм? Всем бесплатно не хватает. И они приняли вместе, вместе с профессиональным обществом, вместе с объединением пациентов, что пациентам старше 65 лет она будет платна. Ну, почему? Вот такое решение приняли. А всем, кто до 65, она будет бесплатной. Это так называемое, ну, рационирование медицинской помощи. То есть, ну, когда мы можем на тот, на те имеющиеся деньги оказать первоочередные, наиболее важные услуги, которые в первую очередь и удовлетворят пациента, и улучшат результаты, ну, показатели здоровья. У нас есть телефонный звонок, насколько я понимаю. Давайте попробуем послушать. К сожалению, имени не знаем. Ну, сейчас выясним. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Скажите, пожалуйста. Как вас зовут? Представьтесь. Александр, Александр. Вы из Москвы, да? Если проходит диспансеризация, она оплачивается работодателем или нет? Рабочий день. А, вот рабочий день. Ну, вот тут, конечно, надо, я точно не знаю, но надо договариваться с работодателем. И я думаю, что это все-таки предмет ваших взаимоотношений с работодателем. Спасибо. Хотя бы, слава богу, что государством оплачивается диспансеризация. Ну, это тоже очень можно. А центры профилактики? Вы были хотя бы один раз в центре профилактики, и я не была. А я знаю, что их много. И, кстати, там бы нам и давление измерили, и вес, и рекомендации дали. Ведь государство вкладывает в это деньги. Вы знаете, у нас такое... Надо рублем наказывать. Вот вы знаете, я... Почему? Каким рублем? Куда нас уже наказывают? Вы что? Сейчас, сейчас, одну секундочку. Я вам расскажу, как это делается в Германии. Мы говорили о том, что у нас уже наказали по налогам. Стоп, стоп. Сейчас еще раз нужно нас наказать. Одну секунду. Вот вы видите, хочу доступную медицинскую помощь. Хочу, чтобы все было доступно. А деньги платить не хочу. Как это не хочу? Ну, вот вы только что сказали. Так, давайте я расскажу вам пример Германии. Как они стимулируют прохождение диспансеризации. По-моему, самая лучшая система эта в Германии. Самая лучшая система была в советское время в Советском Союзе. Всего 14 реформ пережили, а живут шоколады. Давайте вернемся. Как они стимулируют, чтобы мы с вами ходили, если бы мы с вами были жителями Германии, чтобы нас стимулировало. В Германии есть небольшие садоплаты. То есть, когда основную массу медицинской помощи оплатываются из общественных источников. Средств ОМС и бюджетов. А вот, чтобы пациент и лишний раз не использовал, когда не нужно просто пройтись к врачу, побеседовать медицинскую помощь, ему надо доплачивать. И к оказанию, к пребыванию в стационаре, к визиту к врачу, там небольшая сумма, там, допустим, 10 евро или сколько-то, 5 евро. И для тех, кто вовремя не проходит диспансеризацию, это сумма, вернее, те, кто вовремя, они сделали позитивное, не наказание. Это и стимулирование. Да, это и стимулирование. Они сделали, что вот этих садоплат будет меньше. То есть, вот некий вот такой стимул. А в некоторых странах, например, штрафуют. Вам придет садоплат больше. Ну, то есть, вот такие вот финансово-экономические стимулы. Вопрос, что мешает нам? У нас с вами нет садоплат официальных. Ну, можно сделать другие методы. Это хорошо работает в добровольном медицинском страховании. Потому что там вы платите своего кармана, взнос или ваш работодатель, и вот он меняется в зависимости от того, как вы проходите страхование. Гузель Эрнсовна, 30 секунд. Давайте подведем итог. Сейчас мы идем в правильном управлении? Правильном. Однозначно, как эксперт могу сказать, как представитель медицинского сообщества. В абсолютно правильном направлении. Задачи поставлены правильные, и программа написана правильно министерству. Если пойдем неправильно, позову опять в эфир. С удовольствием приду. По полной программе буду спрашивать. С удовольствием. Как и сегодня. И есть, что вам ответить. Спасибо. Это представитель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи. Гузель Умбекова отвечала на наши и ваши вопросы. Меня зовут Александр Вейкер. Сегодня в нашей программе «Парадокс» мы говорили о здравоохранении, медицинской помощи, прежде всего качественной, и о финансовой составляющей. Будем надеяться действительно, что идем в правильном направлении. До свидания.